Заседание Совета Безопасности под председательством главы государства прошло в Ахорде. Открывая заседание, президент выразил соболезнования родным и близким семи военнослужащих, погибших в ходе военных учений в Жамбулской области. Глава государства подчеркнул, что каждый из них до конца исполнил свой воинский долг и показал себя истинным патриотом. Президент поручил Министерству обороны оказать поддержку семьям погибших солдат. Я с глубоким прискорблением воспринял печальную вещь о трагических событиях в Жамбулской области, где в результате схода лавины снежной погибло семь военнослужащих нашей армии. От имени народа Казахстана, от себя лично, от членов Совета Безопасности, выражая искренние слова соболезнования родным и близким погибших воинов. Каждый из них до конца исполнил свой долг. Они находились в строю, выполняли боевое задание, тренировались и показали себя истинными патриотами Родины. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь, поддержку семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением обстоятельств. Мы примем все необходимые меры, чтобы поддержать семьи погибших и всем, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. Также в ходе заседания участники обсудили итоги реализации стратегии национальной безопасности на 2012-2016 годы и ключевые подходы, заложенные в документе на очередной период. Говорили о некоторых аспектах военно-технической политики и мерах по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения международной выставки «Экспо». Глава государства отметил, что благодаря усилиям госорганов в стране обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность. Президент подчеркнул, что первостепенная задача – противостоять экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых остается актуальной. Но султан Азарбаев отметил, что по каждому из перечисленных направлений деятельности в новой стратегии предусмотрены меры реагирования. Также глава государства поставил ряд задач перед госорганами по обеспечению национальной безопасности в других сферах. Благодаря усилиям органов Казахстана обеспечена внешняя безопасность, интерполитическая стабильность. Несмотря на кризисные явления мировой экономики, трудности в нашей экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних региональных глобальных процессов позволяет выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности страны в предстоящий период. Сейчас страна находится в коде обсуждения моего послания и политических реформ, конституционных реформ, которые мы предложили, обсуждается и собирается мнение по этим вопросам и в основном поддерживается, за что я благодарен. Но при этом мы не должны забывать, что задача по противостоянию экстремизму, терроризму остается у нас первостепенной, и такая угроза присутствует. Положительную оценку работе спеццона в столице дали эксперты ОСР. По словам замдиректора Госкорпорации правительства для граждан, глава Бюро государственной службы Грузии Катерина Кардова интересовалась тем, как организована работа центров обслуживания населения. И чтобы лично ознакомиться с их деятельностью, она посетила несколько специальных цонов, где смогла задать все интересующие вопросы как персоналу, так и руководству центров. Все увиденное и услышанное она изложит в специальном отчете, который даст оценку тому, как реализуются передовые практики в части обслуживания населения в Казахстане. Есть положительные отзывы. На постоянной основе у нас проводятся работы по совершенствованию и улучшению предоставления государственных услуг, специализированные центры обслуживания населения по регистрации транспорта и водительских удостоверений, были созданы как раз таки по образцу Грузии. Определенные новшества постоянно у нас берутся из международного опыта. Не менее шести человек погибли в Пакистане. В результате теракта у здания суда еще 30 получили ранения. Число жертв может увеличиться. Инцидент произошел в городе Танги. Трое террористов попытались проникнуть в здание местного суда. Один из них подорвал себя у главного входа, двое других открыли огонь. Отмечается, что у нападавших были ручные гранаты. Позже их ликвидировали полицейские. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок движения «Талибан». Тем временем между Малайзией и Северной Кореей разгорается дипломатический конфликт из-за убийства Ким Чен Нама. Напомню, единокровный брат лидера Северной Кореи был убит в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. Полиция полагает, что на него напали две женщины, применившие какое-то ядовитое вещество. По этому делу были задержаны четыре человека. Еще четверо граждан Северной Кореи объявлены в розыск. Власти Малайзии отказались передавать тело Ким Чен Нама Северной Кореи, настаивая на проведении вскрытия. Это вызвало гневную реакцию Пхеньяна, обвинившего власти Малайзии в сговоре с враждебными силами. В свою очередь, Малайзия временно отозвала своего посла в Северной Корее. Наша совесть чиста, потому что расследование ведется объективно и беспристрастно. До этого у нас были теплые отношения с Северной Кореей. Поэтому у нас нет никаких оснований выставить в плохом свете эту страну. Мы не работаем с какой-либо третьей стороной, чтобы очернить или демонизировать Северную Корею. А в Гвинеи сотни школьников вышли на улицы из-за забастовки учителей, которые уже несколько недель не проводят занятия. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать протестующих. Сообщается, что пятеро участников акции убиты и около 30 ранены. В избежании грабежей были закрыты магазины и автозаправочные станции. Ранее сообщалось, что два крупнейших профсоюза учителей бастуют, требуя повышения зарплат. Мы вышли на демонстрацию, потому что две недели не было занятий. Это не политический протест. Мы лишь против необоснованного закрытия школ. У нас не осталось другого выхода. Итальянские таксисты пятый день отказываются возить пассажиров, провоцируя пробки на дорогах и гнев населения в Риме, Милане и Турине. Главная причина их протеста – недобросовестная конкуренция со стороны Uber, популярного интернет-сервиса. Юлия Гончар расскажет подробнее. Рим, площадь республики, очень оживленная. В двух шагах – центральный вокзал. Здесь на стоянке такси обычно машин 15. Сегодня нет никого и нет уже пятый день. Римляне на работу вынуждены ездить на собственном авто. На дорогах хаоса добраться куда-то – большая проблема. Проблема для туристов – попасть в аэропорт и не опоздать на рейс. Город блокирован, пассажиры в гневе. Особенно не просто тем, кто едет в аэропорт. Ты всегда знаешь, что можешь взять такси, рассчитываешь. Но такси нет. Те же туристы уезжают разочарованными. Это ущерб репутации города. Ситуация критическая, но наверняка для протеста есть причины. Такую забастовку такси не увидишь часто. Перешли дорогу таксистам водители Uber. Конкуренты, которые возят пассажиров без лицензии, без страховки и не платят налогов. Отнимают работу, другими словами, предлагая населению низкие цены. В Милане ситуация принимает серьезный оборот, где на одной из площадей угрозы таксистов в адрес частного водителя заставили его защищаться с оружием в руках, пусть и игрушечным. Правительство несет ответственность за все эти неудобства. Мы их не хотели. Даже просто потому, что уже пять дней никто из нас не зарабатывает. За необслуживание клиентов мы сами и расплачиваемся. Если правительство сейчас поступит безответственно и ничего не предпримет, таксисты будут принимать решение, что делать дальше. Никто этот протест больше не контролирует. Ни профсоюза, ни городская администрация. Таксисты к работе возвращаться не собираются, пока правительство не примет мер, чтобы урегулировать в Италии сферу пассажирских перевозок и защитить владельцев лицензии. Эти меры таксистам давно были обещаны, но откладываются из года в год. Юлия Гончарма, Семьяну Вольпе, Хабар 24, Италия. Послание президента народу Казахстана направлено на формирование условий, при которых малому и среднему бизнесу будет комфортно и выгодно заниматься производством в нашей стране. Такое мнение высказывают предприниматели, работающие в странах ЕС. Это развитие массового семейного предпринимательства, это вовлечение населения массово вообще в предпринимательство микро, среднего, малого. И очень важно то, что берется еще аспект привлечения в предпринимательство. Очень важный аспект. Например, это снижение очень многих барьеров, в том числе налоговых, разрешительных и прочих. Это важный фактор декриминализации каких-то преступлений в области предпринимательства и перевод их в более мягкую сферу. Формирование вот такого очень важного месседжа, достижение к 50-му году 50% ВВП на малый и средний бизнес, это достаточно существенный вызов, на который мы должны отвечать. Животноводы Алматинской области осваивают новые способы сбыта и экспорта своей продукции. Только в Сарканском районе сегодня насчитывается около десятка племенных хозяйств. Все они в основном заняты разведением крупного рогатого скота и элитных пород. Мясо планируют поставлять не только на отечественный рынок, но и за рубеж без посредников. Подробнее расскажет Гульна Аржантасова. Разведением казахской белоголовы в племенном хозяйстве Хайрата Бершембекова занимаются уже 7 лет. Сейчас численность только маточного поголовья здесь перевалилась за 300 голов. Ежегодный приплод и хорошее породное качество скота дали возможность расширить поле деятельности. Сейчас здесь организована откормочная площадка на 120 голов. Мы ведем постоянную селекционную работу. Чтобы улучшить качество поголовья, закупаем новых быков. Своих племенных бычков продаем крестьянским хозяйством. Работаем как репродуктор. Теперь есть возможность откармливать молодняк. Скоро ведем эксплуатацию и убойный цех. Один из таких комплексов основан в хозяйстве семьи Макетовых. На откорме здесь стоит 200 голов молодняка. Уже к апрелю бычки будут готовы к заболе. Занимаются в районе и откормом лошадей. Теперь главная цель – успешно реализовать мясо. В планах и экспорт продукции. В Китае очень интересно. И тем более, что наша продукция является органической. Мы не добавляем никакой химии. Кормовая база у нас своя. Но вот только проблема в посредниках. Хотелось бы на экспорт отправлять напрямую. Каждая откормочная площадка рассчитана на минимум 150-200 голов. Также сейчас мы разрабатываем комплексный план по реализации мяса. Будут работать убойные цеха. Здесь же будет вестись приемка мяса. В планах заключение соглашений с крупными фирмами и заводами по прямой поставке сырья, чтобы крестьянские хозяйства не переживали, как реализовать свою продукцию. Сейчас в сфере животноводства занято более половины хозяйств Сарканского района. По голове крупного рогатого скота здесь достигло 42 тысяч, а овец почти 110 тысяч. В этом году в Алматинской области введут в эксплуатацию более 10 крупных откормочных комплексов почти на 6 тысяч голов скота. Кроме того, заработают сразу три мясокомбината. Ульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар-24, Алматинская область. Тем временем на востоке Кадахстана сильная метель. За сутки в службу ЧАЭС эвакуировали с трасс уже около 220 человек, в том числе 37 детей. Спасательные операции пришлось проводить сразу на нескольких участках. Людей разместили в ближайших населенных пунктах. Для этого привлекли 32 единицы высокопроходимой техники. Ведутся в регионе и поисковые работы. В Бескарагайском и Жасызкийском сельских округах ищут двух не вышедших на связь пастухов. Понадобилась экстренная помощь и заболевшим людям. Всего в спасательных операциях было задействовано 48 человек и 15 единиц техники. Дороги в области до сих пор остаются закрытыми. У меня к этой минуте все...